Глава 2. Изрытая земля. Девятью месяцами ранее. Когда разразилась война, Анна училась на ветеринара. Немцы были почти у самого Парижа, когда она получила письмо от отца. Он был в добром здравии и умолял ее не возвращаться в Бельгию до конца войны. Но терпеливость Анне была несвойственна. 6 сентября 1914 года. Париж, Франция. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить. Валент Хартс, The Great War. Итак, дорогие друзья, мы играем за Анну. Можно обратно вернуться в дом. Так, но мне явно нужен ключик. Ключик вот от этой двери, как я понимаю. Так, можно заглянуть в шкафчик. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Какой-то предмет. Коллекционная чернильница. Поскольку шариковые ручки появились лишь в 1950-1960-х годах, солдаты Первой мировой войны писали письма птичьими или специальными металлическими перьями. Их регулярно окунали в чернила, находившиеся в специальном сосуде чернильница. Да, еще мой отец писал перьями. Вот уж где весело. Так, кстати, смотрите на фотографию. Кто ее отец? Ее отец тот самый ученый. Тот самый ученый, которого захватили немцы. Так, о, уголь. Уголек, уголек, уголек. Сюда я выйти не могу? Нет. Ладно. Так, значит я, наверное, угольком должен... Что? Что, в голубя попасть? А ну-ка. Оп. Ага. И я куда-то уронил, значит, тот коллекционный предметик. Так, давайте возьмем еще один уголек. Я попробую в толстого голубя зарядить. Так, ну-ка. Еее! Да, шикарно. Ой. А, надо, чтобы он мне на балкон его уронил. Так, все понятно. Он очень любит этот ключик. Так, ладно, ладно, ладно. Есть, 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 есть. Отлично. Все, все. Толстяк, остаешься без ключика. Так. О, девочка. Я думаю, кого-то я слышу. Так, письмо. Письмо из... Письмо бельгийки из Парижа. Дорогие родители, мы покинули страну незадолго до немецкого наступления и укрылись с детьми во Франции. К сожалению, немцы продолжают идти вперед и уже почти осадили Париж. Если город пойдет, мы вернемся обратно в наш родной Льеж. Ваша любимая дочь Матильда. Так, здравствуйте, дамочка. Что это вы тут стоите? Ладно, неважно. О, новости. Такси до Марны. Парижские такси реквизированы для нужд фронта. А, так это было такси. Понятно. А где тот предмет коллекционный? Так, с факта. Какая музыка. Боже, какая музыка! Я просто влюблен в эту игру. Невероятно. Невероятно шикарно подобранная музыка. Немцы у ворот. В сентябре 1914 года непрерывно наступавшие германские войска оказались почти в 30 километрах от Парижа. Правительство, которое ожидало скорого падения города, заблаговременно укрылось в Бордо. Большая часть Бельгии, находившаяся к северу от Парижа, уже была оккупирована немцами. И лишь 75-тысячной армией, которой лично командовал король, по-прежнему удавалось удерживать в своих руках Ипор и Изер. Изер. Изер, да. Такси до Марны. 6 и 7 сентября 1914 года генерал Гальене использовал 630 реквизированных для нужд фронта парижских такси для быстрой переброски войск к Марне. Хотя таким способом было перевезено сравнительно немного бойцов, 4000 человек, что составляет 3% от общего числа задействованных в битве солдат, Это событие вызвало огромный общественный резонанс, став символом единства нации перед лицом врага. Кроме того, контратака союзных сил у Марны в итоге спасла Париж от германской оккупации. Так. Ага, вот и часики. Порванный ремешок для часов. Ремешок для часов, порванный заводной рукояткой для автомобиля. До появления систем батарейного зажигания машины приходилось заводить, крутя специальную рукоятку, кривой стартер. Охо, я даже помню машины, которые можно было так же заводить. Еще вот в 90-х годах они стояли, там зелки, запор, по-моему, можно было так завести, если я не ошибаюсь. Когда двигатель оживал, рукоятку нужно было аккуратно отпустить, она продолжала вращаться вместе с ним, и при неосторожном обращении могла стать причиной тяжелого несчастного случая. А. Ну, в общем, да. А как же ее убирали, что машина так и ехала с крутящейся рукояткой? Это странно. Так, ну что же, пойдемте дальше по Париже прогуляемся. А, что случилось? О. Гаечный ключ. Так, гаечный ключик, это хорошо. Так, нужно колесо, колесо, вот колесо. Колесо, это прекрасно. Так, 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 девушке не пристало таскать колеса. Ага, чудесно. Нужен квадратный ключ. А этот ключ какой-то крестовой. Так, ну что же. Что я смогу этим ключом? Ага, треугольный ключ. Не пойдет. Ой, ой, сколько тут ключей набросано. Ха-ха-ха. Так, ладно, давайте. А здесь нет треугольного? А, вот этот подойдет. Вот этот должен подойти. И что? И что в итоге? Я пустил воду. Пустил воду. Вопрос, зачем я это сделал? Хороший вопрос. Без понятий. Какие толстые голуби почтовые, слушайте. Ну это прекрасно. Просто какое-то волшебство они играют. Вот просто голуби, но они их сделали. Такие толстые. С рюкзачком. Еще впереди у них тут что-то наперевес. И каска. Прекрасно. Просто прекрасно. Ну что же, машина готова, я думаю. А, нет, точно. Вот, нужна вода. Двигатель дымит. То есть парит. Или что там, я не знаю. Перегрелся, короче. Так. Что такое? А, бутылка у нее есть на поясе. С помощью бутылки я смогу налить. А что? Что у девочки? Какие проблемы? Так, что такое? Воу, воу, воу. Ага. Ого. Я все правильно делаю? Да, все правильно. Спасибо, мадам. Это было неожиданно. А можно мне бутылочку? О, спасибо. Благодарю, мадам. Фикс. Жалко, что здесь, конечно же, события только западного фронта. И, безусловно, русских как бы не будет. Ну, может, оно и к лучшему, на самом деле. Не знаю уж, как бы разработчики нас изобразили. Хотя, судя по тому, что написано в бумагах, довольно, я думаю, неплохо. Не думаю, что французы не любят русских. Так, ага. Обгоняем, значит. Так, люк. Еще один люк. Зараза. Ой. Ой. Ой, 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 ой. Уху-ху. Ха-ха-ха-ха. Ааа. С ума сойти. Так. Та. Ха-ха-ха. И здесь, под музыку. Ха-ха-ха. Как же это называется так? Поживой! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Муленруж какой-то. Или что это? Ха-ха-ха-ха. А, превосходно станете. Ах, еще и бочечки под музыку возникают. А ты, зараза. Так. Ага. Что вы делаете? Что вы делаете, господа? Что вы делаете? Зачем вы это делаете? Это какой-то вальс. Ой, ой, ой. Ой, ой. Ой, 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 ой. Так, ну ладно. Начнем с вальса, значит. Прекрасно. Просто превосходно же, а. Просто невероятно. Невероятно, невероятно. Ой, 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 ой. Что же ты делаешь-то, боже мой. Как же это все на грани. О, погнали. Прекрасно. Ёлки. С ума сойти. Что же вы делаете-то? Ой, ой. Хе-хе-хе. Обалдеть. Хе-хе-хе. С ума сойти. Так. Не успеваю. Ой, 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 ой. Волшебство. Да-а-а-а. Волшебство. Волшебство, а не игра. 7 сентября 1914 года. Такси ехало всю ночь. Анна гордилась, что помогает бойцам попасть на фронт. Просто невероятно. Она оказалась на месте. Перед ее глазами предстала вся ужасная правда. Ой, ну что ж. Теперь будем огорчаться, к сожалению. 7 сентября 1914 года. Марна, Франция. Скорей, скорее, скорее. Скорей, скорее, скорее. Так. Ой, ой. Ах ты. Так. Отлично. Ух ты. Справили. Отлично. Забинтовали. Лошадь у него приземлилась. Прошло 7 месяцев. Анна, движимая состраданием, посвятила себя заботе о больных и раненых. Каждая спасенная жизнь была победой над войной. Которая и не думала утихать. 22 апреля 1915. Ипор, Бельгия. Понятно. Ох, трое. Ну что ж, побежали. Новый дневник. Так. Дневники. Давайте почитаем. 7 сентября 1914. Обстановка здесь просто ужасная. Еще вчера я жила в своей уютной квартирке, а сегодня вдруг оказалась посреди настоящего ада. Здесь столько мертвых, и среди них так много совсем еще молоденьких. Утром мне удалось спасти жизнь одному солдату, но еще так многим нужна моя помощь. Завтра я попытаюсь пробраться поближе к линии фронта, чтобы помочь тем, кому сейчас хуже всего. Так. А, исторические факты у нас есть, да. Массовые жертвы. Первые три месяца военных действий обернулись огромным числом жертв. Больше всего крови было пролито 22 августа 1914-го. В один из дней так называемого пограничного сражения, когда потери оказались попросту кошмарными, число раненых превышало всевозможные прогнозы. Военные врачи едва могли помочь всем жертвам вооруженного конфликта, приобретавшего все большие масштабы. Медсестры. Медсестры-ангелы Первой мировой были в основном добровольцами, которых набирал Красный Крест, армия и американская служба неотложной помощи. Тех, кто вызывался на эту непростую работу, ждали длинные изматывающие смены в госпиталях на фронте и в тылу. Эти женщины были и сиделками, и матерями, и матерями, и друзьями раненых, которые делились с ними самым сокровенным. Часто медсестры были последними, кого видели умирающие. В своих воспоминаниях прошедшие войну солдаты много рассказывают о доброте сестричек. После окончания боевых действий большинство медсестер было демобилизовано. Да, ужасно, конечно. Так, посмотрим, что у нас здесь. Пусто. Пила. Ох, да ладно, ампутация? Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. о боже мой о господи боже ты мой ужасно руку ампутировала походу да уж и вы знаете звуки были бы не такие как сейчас на самом деле смазанные жиром носки носки вымоченные в переработанном жире и покрытые снаружи формалином были лучшим средством защиты от холода сырости обморожения и других неприятностей по крайней мере так говорилось в рекламе который многие верили но какими бы эффективными на самом деле не были эти спец изделия большинство солдат охотно предпочитала им пару обычных сухих носков так здесь у нас есть вода запомним это место так понятно сейчас наберем секундочку подожди это будет довольно долго вам так не кажется так мне нужно поставить а потом дернуть все понятно так сейчас 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 подожди так а а тебе что а тебе то что нужно костыль понятно так отлично дерево подрубленное которое нужно подрубить и достать шарф видимо руководству для медсестер поскольку боевые действия неожиданно приобрели широкий размах военно-медицинская служба столкнулась нехваткой персонала для обучения добровольцев было напечатано специальное руководство в нем содержалось огромное количество практических способов решения проблем связанных с транспортировкой раненых в полевых условиях оказания помощи инструкции по изготовлению шин или носилок из винтовок и винтовочных ремней да 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 я понимаю подожди секундочку сначала я сделаю то что могу а потом мы пойдем дальше я думаю костыль это не главная проблема так да не за что так спродырявленный котелок обе половины этого котелка имеют сквозные отверстия пускай есть из него теперь очень неудобно зато как минимум одна солдатская жизнь была спасена боец носил его на уровне одной из почек после взрыва снаряда котелок замедлил полет раскаленной шрапнели и хотя его его хозяин все же получил ранение оно оказалось не смертельным солдаты часто коптили котелки над костром чтобы они не блестели на солнце и не выдавали их местонахождение врагу это такие самодельные бронежилеты были по сути удивительно так я понимаю но так что у нас здесь у крест нужен понимаю так руку надо перевязать для этого мне нужен будет шарф что же я один этот крест потащу да я понимаю понимаю ребят подождите подождите я делаю что могу так теперь у меня освободилась лопата с помощью лопаты я наверное что то смогу сейчас под мостом откопать скорее всего письмо прусского солдата 6 сентября 1914 года дорогая дочь мы продвигаемся вперед вокруг французская провинция тут очень красивые пейзажи как бы мне хотелось сейчас любоваться ими вместе с тобой и никого не убивать постоянно думаю о тебе твой отец вольфганг так этим я просто атакую боже мой сколько же убитых кошмар нет здесь мне копать нечего я думал может что то прокопать но нет так давайте отсюда выбираться ужасное место крики конечно так что это гребень против вшей в своих записях солдаты часто упоминали о том что сидя в траншеях проиграли войну сразу двум своим злейшим врагам крысам и вшам не считая специального порошка единственным средством от последних был очень частый металлический гребень когда солдаты получали отпуск и отправляясь в тыл их тела приходилось тщательно отскабливать и отмывать горячей водой форму кипятили или получали взамен на нее новую так что же мне этой лопатой то делать может быть дерево подрубить я попробую где то еще нужно взять костыль мне кажется все же я под мостом должен его найти или же давайте я попробую но я не вижу здесь ничего подходящего так что давайте я вернусь обратно вернусь обратно и а это что такое нет 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 ничего так сейчас подождите ребятки я уже некоторым помог так нет 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 для чего же мне нужна лопата дерево она ей конечно же как видите добивать не будет так давайте чуть чуть назад вернемся а стоп может быть ему лопата подойдет в качестве господи ну да действительно ему и так подошло теперь остается дело за последним нужно как то повалить дерево и тогда да я понимаю здесь у нас о что это кусок шрапнельного снаряда фрагмент снаряда начиненного шрапнелью свинцовыми пулями в зависимости от типа такие снаряды взрывались разбрасывая вокруг свою смертоносную начинку либо при ударе землю либо еще в воздухе что усиливало поражающий эффект о я кстати все собрал да во вторую мировую придумали еще снаряды с таймером чтобы они взрывались в воздухе над пехотой то есть эти ну эти как бы случайно взрывались так и сяк а тут уже можно было устанавливать таймер и прямо сверху осколками забрасывала пехоту ужасно конечно ужасно я понимаю подожди я понимаю к сожалению мне нужен топор где же здесь найти топор может быть просто ударить дерево хотя странно оно подсвечено я пока что здесь не вижу ничего что могло бы мне помочь я еще раз загляну сейчас под мост так здесь здесь действительно ничего нету только смерть а в машине машина тоже тоже бесполезна к сожалению возможно здесь найдется что-нибудь пила ах господи пила точно совсем забыл совсем забыл что у меня была пила так ну вот собственно и все да давайте-ка мы повалим дерево заберем шарф ну или что это это больше на шарф конечно похоже и подвяжем руку все все там на фоне солдаты бегут кресты снаряды взрываются ну что же руку вправили обработали забинтовали отлично отлично с но кто то под мостом еще живой немец во налог у па жесть осколок вынула Французские офицеры говорили о Бельгии. Кажется, немцы собирались применить новое оружие у Ипра, родного города Анны. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. А также фоловьтесь на мой канал в Твиче, все ссылки под видео. С вами был Гидон, всем спасибо и до следующей миссии. Субтитры подогнал «Симон»!